Добрый день! В данном видео уроке покажу вам несколько способов создания плитки гексагон для фартука кухни. Давайте начнем с самого простого способа. Это будет однотонная раскладка по всей поверхности. Для того, чтобы создать такую раскладку, нам необходимо перейти в штриховку и выбрать вариант сетка шестиугольная, которая есть по умолчанию в архикад. Перо переднего плана штриховки будет имитировать швы плитки. Давайте укажем серый цвет. И перо фона штриховки будет отображать цвет нашей плитки. Можем выбрать любой из предложенных цветов. Давайте я выберу вот такой. Теперь выполняем построение и посмотрим, как выглядит данная штриховка. Мы выполнили построение и видим, что штриховка слишком крупная. Допустим, если нам нужно сделать ее меньше, мы можем воспользоваться инструментом специальная деформация и примерно указать размер штриховки. Но если у вас известен размер вашей плитки, то вы можете создать свою штриховку с указанным размером и так будет более точно отображаться штриховка на развертке в архикад. Давайте посмотрим, как это сделать. Переходим в параметры, реквизиты элементов, штриховки. У нас здесь выбрана сетка шестиугольная. Если у вас она не выбрана по умолчанию, то выбираем. И создаем новую. Вы можете дать название своей сетке шестиугольной, которую вновь создаете. Я оставлю по умолчанию копию. Выбираю дублировать сетка шестиугольная. ОК. И здесь мы можем указать размеры. Я укажу 30 на 30. И нажму ОК. Теперь выделяем нашу штриховку. Убираем специальную деформацию. И меняем тип на сетку шестиугольную копию, которую мы создали. И давайте проверим, точно ли получился размер нашей плитки. Выбираем линейный размер. Ставим единичку. Архикад точно может не привязаться к плитке, но мы можем посмотреть примерно, все ли у нас получилось. Да, размер 30. Вот таким способом вы можете создать раскладку плитки по вашим размерам. Давайте рассмотрим следующий вариант, как создать раскладку плитки разных цветов. Выбираем нашу штриховку. И задаем ей прозрачный фон. И теперь нам необходимо в нужных местах вручную инструментом штриховка обвести места, где у нас будет плитка определенного цвета. Давайте выберем фон и зададим цвет фона. Теперь нам необходимо вручную обвести соты в тех местах, где будет раскладка. Я покажу пример на небольшом участке, чтобы показать, как будет работать инструмент. Черной точкой указывается место, откуда мы начали построение. Чтобы построить штриховку, нам необходимо замкнуть контур. Вот такая фигура получилась. Что мы делаем теперь? Мы выбираем штриховку с прозрачным фоном, то есть наши швы, и перемещаем ее на передний план. Так можно сделать, если у вас часть раскладки белого цвета. И вам в эту раскладку необходимо поместить плитку другого цвета. Если у вас фоновая плитка не белого цвета, то вы поступаете по аналогии, выбираете штриховку, фон, задаете второй цвет плитки и обводите участки, где она будет располагаться. Если вам необходимо добавить еще несколько контуров, то вы заходите в штриховку и обводите необходимый контур. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Допустим, у вас фартук без раскладки и раскладка гексагон присутствует только в некоторых местах. В данном случае для построения рисунка мы используем швы, затем мы удаляем данную штриховку и видим, что штриховка осталась без швов. Теперь нам необходимо заново зайти в штриховку, выбрать сетку шестиугольную, поставить прозрачный фон и обвести рисунок, который мы построили. И получится вот такой результат. И в завершении давайте посмотрим вариант, как назначить текстуру на наше построение. Допустим, у вас есть текстура плитки и вы хотите отобразить ее на развертке. Заходим в параметры, реквизиты элементов, штриховки. Здесь выбираем новое. Нам нужна штриховка рисунок. Давайте назовем ее плитка. И нажмем ОК. Выбираем Найти. У меня подготовлена вот такая текстура. Я ее выбираю. Нажимаю ОК. И здесь также нажимаю ОК. Теперь давайте выделим нашу раскладку. Если у вас выделяется передний план, то используем ТАП для переключения выделения. И здесь меняем на плитку, которую мы создали. И получается вот такой рисунок. Я надеюсь, данные инструменты будут вам полезны и пригодятся в работе. Спасибо за внимание.